Здравствуйте! В эфире программа «Управдом», выходящая при поддержке компании «Амурский жилищный стандарт Благовещенск» в студии Наталья Бернацкая. Смотрите в этом выпуске. Когда завершится отопительный сезон? Какие перспективы по капитальному ремонту домов при Амуре на ближайшие 15 лет? Кому регулярно приходят неверные платежки? А еще расскажем о чистой акции. Смотрите «Управдом», программа насыщенная и интересная. В Белогорске одними из первых решили завершить отопительный сезон. Уже отключили тепло в административных зданиях и подсобных помещениях органов местного самоуправления. Как отмечает местная метеостанция, в городе стоит стабильно теплая погода. Среднесуточная температура воздуха на улице уже три раза превышала 8 градусов тепла и дважды преодолевала отметку в 18 градусов. Для всего города отопительный сезон завершится как и положено, когда среднесуточная температура наружного воздуха будет выше 8 градусов тепла в течение пяти дней подряд. Предположительная дата – 27 апреля. В прошлом году отопление отключили на три дня раньше – 24 апреля. В Благовещенске подачу горячей воды в батареи перекрывают в конце апреля. До 2043 года должны капитально отремонтировать более 4 тысяч многоквартирных домов в городах и районах Преамурия. Программа капремонта заработала в регионе только в 2014 году, но в области уже за счет собранных средств привели в порядок 12 многоэтажек. При этом многие амурчане все еще считают, что новый платеж не обязателен и рассчитываться отказываются. В среднем собираемость взносов за капремонт в Преамуре – 51%. Болезненную для многих тему обсудили в Законодательном собрании Амурской области. Что думают о капремонте парламентарии, узнала Елена Тимошенко. Этот Благовещенский многоквартирный дом на пересечении Шевченко-Горького благодаря программе капитального ремонта обрел новую крышу. Крепкая кровля, а также современные водосточные трубы появились и у этой пятиэтажки по улице Зейской. Данные дома из первого списка, который был сформирован в 2014 году. В него попали 29 Благовещенских домов и 2 Тындинских. Часть объектов уже сданы, в остальных ремонты продолжаются. Но уже появился и новый список. В нем на 2015 год значатся 19 многоэтажек столицы Преамуре. Фонд капремонта своей работой занимается, но амурчане по-прежнему противятся платить взносы. На 1 апреля долг составляет 171 миллион рублей. Новый взнос платит только каждый второй. При этом жители домов, отдающие деньги региональному оператору, делают это намного добросовестнее. А на счетах ТСЖ и управляющих компаний процент собираемости всего 8%. То есть вот 3,7 миллиона за январь-март на таких счетах было начислено, 300 тысяч оплачено. Получается, что по счетам самостоятельные дома практически не платят. Чтобы сделать капремонт, их в итоге все равно передадут в общий котел. Кстати, в мае региональный оператор начнет взыскивать задолженности через суд. Правда, депутаты Амурского парламента сомневаются, что это поможет. К примеру, Сергей Иванов считает, что в судебной волоките они просто захлебнутся. И вообще, по его мнению, вся программа капремонта несовершенна. Убедился он в этом лично. Я один пример приведу. Вот у меня дом 5-го года построен. По СНИПу должен был тепловой счетчик, на общедомовой быть уже установлен. Не установили строители. Понимаете? Вы написали в программе, в 35-м году вы мне установите коллективные приборы учета. Да нафига мне это нужно, извините за выражение. Шероховатости устраняют сейчас. Всех приведут к единому знаменателю. Взнос в 6,5 рублей станет единым для всех участников. Муниципалитетов, юридических лиц, к примеру, владельцев магазинов, жилых домах и всех остальных. Тем, кто до этого платил больше, проведут перерасчет. Деньги зачислят в счет будущих взносов. В любом случае для отстройки время есть. Программа рассчитана на 30 лет. До 2043 года капитально отремонтировать в Преамуре должны более 4 тысяч многоквартирных домов. Елена Тимошенко, Игорь Карпов, программа «Управдом». Местные энергетики бьют тревогу из-за роста долгов жителей Благовещенска. Более сотни людей стали должниками из-за невнимательности. По привычке они оплачивали электричество на иные счета ресурсоснабжающих организаций, в том числе энергокомфорту. Что делать, если так получилось и как не ошибиться в дальнейшем, расскажем прямо сейчас. Дальневосточная энергетическая компания предлагает своим абонентам разные формы оплаты. Рассчитываться за электроэнергию без комиссии можно во всех отделениях Почты России и офисов основных банков. Помимо этого, часть потребителей пользуется дистанционным способом оплаты через интернет. А некоторым удобно и привычно оплачивать квитанции в центрах обслуживания потребителей, как, например, Александру Андреевичу, жителю Благовещенска. «Прихожу я сюда третий раз. Очередь спокойная, электронная. Специалисты приветливые. Без проблем. Все оплачиваем. Никаких претензий не имеем». Сегодня для Благовещенцев открыто два отделения расчетно-кассового центра «Амур Энергосбыта». Центральный офис по адресу улицы 50-летия Октября, 65-1, принимает посетителей в будни с 8.15 утра до 6 вечера. В субботу с 9 до 15.00. Пункт обслуживания на Калинина 142-4 работает с понедельника по пятницу, с 8 утра до 17 вечера. В центрах обслуживания горожан проконсультируют по всем вопросам и примут оплату за электроэнергию. Здесь же специалисты помогут зарегистрировать личный кабинет на сайте ДЭКа. С помощью него абоненты могут самостоятельно, не выходя из дома, контролировать начисление платежи за электроэнергию, самостоятельно распечатывать квитанции и передавать показания счетчиков. С целью экономии времени в наших абонентах мы предлагаем такую услугу, как открытие личного кабинета. Для этого нужно будет обратиться к нам в Благовещенский РКЦ, единовременно предоставить документы, подтверждающие вашу личность. Ну и в принципе все. Специалист с вами поработает, занесет определенные условия в программу, тут же вам присваивается логин и пароль, и вы получаете доступ в личный кабинет. К тем же, кто не оплачивает счета, уже применяются меры к активным действиям. По взысканию задолженности энергетики приступили в первом квартале этого года. К ним относится доставка предупреждений, уведомления об отключении света, адресная работа с абонентами путем обзвона или очного общения, а также введение режима ограничения подачи электроэнергии. В случае, если наши абоненты не реагируют и задолженность имеет место быть, как самая крайняя мера уже производится введение режима ограничения. Поэтому хочется еще раз обратить внимание, чтобы наши уважаемые абоненты оплачивали вовремя и гасили свою задолженность непосредственно на счета филиала ОООД Камурэнергосбыт. Особенно при оплате электронным платежом. Внимательно смотреть, на какой расчетный счет уходит оплата. За последние полгода, что компания обслуживает горожан, общая сумма задолженности за электричество составила почти 90 миллионов рублей. Долговые претензии у энергетиков имеются к 7,5 тысячам абонентов. Неоплаты 57 благовещенцев уже рассматриваются в суде. Олеся Сиваченко, Вероника Федореева, Андрей Цветков. Программа «Управдом». Коммунальщики борются за своевременную оплату счетов потребителей, за то, чтобы оплата эта взималась в строгом соответствии с законом. Именно в такой ситуации оказались жители домов по улице Первой Тепличной. Предмет раздора – одно лишь слово в квитанциях. Почему так сложно его изменить, расскажем прямо сейчас. По паспорту я прописана – село Чигири, Первая Тепличная, дом 12, дробь 2, квартира 197. В квитанциях за уплату и за свет, и за квартиру пишут везде – Тепличная, 12, дробь 2, квартира 197. Улицы Тепличная и Первая Тепличная причудливо переплелись не только на карте города, но и в компьютерных системах коммунальщиков, а может и в их головах, сетуют пенсионерки. На районе творится настоящий бардак. Почтальоны блуждают межхаотично разбросанных домов и лишь чудом доносят потребителям квитанции, записанные совсем на другой адрес. Пенсионерок, понятное дело, пугает даже не это. Ну мало ли, а потом докажи. Вот докажи, что это мы правильно платили. А он скажет, вот не платили вы. А еще из квитанции случается пропадает слово Чигири, и фамилии в них указываются неверно. Привезти платежные документы в соответствии с истиной пенсионерки требовали многократно. Но каждый раз, рассказывают, сталкивались с нежеланием РКЦ что-либо менять. Ни фамилия не моя, ни адрес не мой. Это первая была квитанция в мае, в мае, в мае 2014 года. И я вот с ней пошла, вы думаете, передо мной извинились? На меня такого автополка напустили и сказали, это же ваш лицевой счет. Откуда я знаю, мой это лицевой счет или не мой? Адрес не мой, фамилия не моя. Официальный ответ организации на письменную претензию пенсионеров смутил. По какой причине коммунальщики не меняют неверный адрес в квитках, они так и не поняли. Оказалось, внести изменения в документы оборот работникам РКЦ мешала сложность компьютерной программы, где прописана вся информация. Да, были обращения граждан, было обращение письменное. На это письменное обращение был дан отказ, потому что на момент, когда было это обращение, технической возможности не существовало. Но проблема решалась, на сегодняшний момент проблема решена. И в майских платежных документах жители по адресу улица первая тепличная получат уже с измененным адресом. Но только лишь те, чьи запросы уже поступили в РКЦ. Остальным стоит подать заявление в 13-е или 15-е окошко центрального офиса организации. Или посетить тот, что на улице 50-летие октября. Талончик следует брать соответствующий для внесения изменений в лицевой счет. В Амурском управлении Роспотребнадзора советуют поступать проще, требовать правдивых платежек у своей управляйки. Ведь именно она находится в договорных отношениях с расчетным центром, а совсем не потребитель. Наталья Бернацкая, Михаил Величкин, программа «Управдом». Прокуратура Свободного потребовала сделать перерасчет платы за электроэнергию на общедомовые нужды жильцам двух аварийных домов. Строение номер 4 по улице Комарова с 2005 года включено в реестр ветхого и аварийного жилья. Также аварийным и подлежащим сносу признан многоквартирный дом номер 102 в переулке Кирпичный. Однако в июле 2013 в домах установили общедомовые приборы учета электроэнергии и стали брать плату. Жители обоих аварийных домов получали квитанции на оплату электроэнергии за ОДН по 1500 рублей на квартиру. Хотя в аварийных домах по закону нельзя использовать показания общедомовых приборов учета при начислении платы за потребленную на общедомовые нужды электроэнергию. Как сообщает прокуратура Свободного, начальнику местного отделения ДЭК внесено представление. Жителям домов произведен перерасчет платы за электроэнергию. Двум управляющим компаниям Благовещенска отказано в получении лицензии. До завершения всех формальностей их название в жилинспекции области решили не озвучивать. Кроме двух благовещенских, самый важный документ не получат еще две управляйки из Свободного и Тынды. По словам специалистов, соискатели нарушили требования законодательства к раскрытию информации, установленной частью 10 статьи 161 ЖК, а попросту не уточнили необходимые сведения на сайте реформа ЖКХ. В перечне добросовестных организаций уже 53 коммунальные фирмы со всего Преамурия. До 1 мая лицензионной комиссии предстоит рассмотреть еще 52 заявки о выдаче лицензий. Дальневосточная энергетическая компания определит лучших и худших потребителей электроэнергии по итогам 2014 года. В Амурской области, Приморском, Хабаровском краях и Еврейской автономии назовут по 15 лучших компаний. Делается это в рамках регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер». Подробнее об этой и других новостях из сферы ЖКХ в нашем традиционном дайджесте. 372 населенных пункта Амурской области будут газифицированы благодаря строительству газопровода «Сила Сибири». Труба пройдет через Шимановск, Свободный и Благовещенск. Эти территории газифицируют в первую очередь. В этом году планируют закончить проектно-сметную документацию. В 2016 начнется строительство самого газопровода и параллельно газоперерабатывающих заводов. Как сообщил министр экономического развития Амурской области Василий Орлов, подача газа в Китай начнется в 2019 году. И до 2049 года налоговые поступления в бюджет при Амуре от реализации этого проекта составят около 90 миллиардов рублей. Дальневосточная энергетическая компания выберет лучших и худших потребителей по итогам прошлого года. В рамках федеральной акции «Надежный партнер» в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях, а также еврейской автономии, отберут по 15 компаний. Их оценят по пяти номинациям. Промышленные потребители, бюджетные потребители, сельхозпредприятия, малый бизнес и предприятия сферы ЖКХ. Критерии оценки, своевременная оплата, внедрение технологий энергосбережения и другие. По итогам составят дальневосточный рейтинг добросовестных компаний и антирейтинг. Министерство строительства и ЖКХ России предлагает сократить государственное финансирование программы «Жилища» на четверть. Именно по ней с 2011 года выделялись деньги на ремонт в сфере ЖКХ. Как пишет известие, с 2016 года подобных программ с прямыми госсубсидиями не планируется. Вместо этого коммунальщикам предлагается брать льготные кредиты. В 2015 году на деньги, предусмотренные по программе «Жилища», планируется только закончить уже начатые проекты. В Благовещенске меняют старые электросети на современные, более надежные СИПы – самонесущие изолированные провода. Чтобы не доставлять неудобств горожанам, работы проводят в кратчайший срок. Электролинию уже заменили в районе Ленина, Богдана Хмельницкого. Также вместо деревянных опор установили железобетонные. Подобные работы Амурские коммунальные системы продолжат в течение всего 2015 года. Замены в Благовещенске требуют 30 километров сетей. Только на установку СИПов будет потрачено почти 5 миллионов рублей. Старшая подъезда не выполняла свои обязанности. От нее отказались, но старшая дома оставила ее в Совете дома. Законно ли это, поинтересовалась Тамара Чернякова. Вопрос Благовещенки мы задали юристу управляющей компании «Амурский жилищный стандарт Благовещенск». Совет дома у нас выбирается общим собранием собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома. В данном случае, если жители не согласны с тем, что эта женщина осталась в Совете дома, необходимо инициировать собрание и переизбрать Совет дома. Единоличная старшая дома не может распоряжаться такими вопросами. Специальная комиссия администрации Благовещенска провела рейд по частному сектору столицы Преамурия. По жалобам соседей проверили Центр изучения Библии, расположенный на улице Горького, Дом по улице Мостовой и частный сектор Пашимановского. В поле зрения специалистов попали нечищенные канавы и прошлогодний бурьян. И только один протокол удалось вручить в руки адресату. В рейд по неубранным территориям Благовещенска сходила и наша съемочная группа. Центр изучения Библии по улице Горького в Благовещенске. Свято место вроде бы, согласно пословице, пусто не бывает. Однако представитель административной комиссии Наталья Черняк человека на этих просторах не нашла. Протокол с требованием навести порядок и явиться на комиссию остался в Центре изучения Библии немым укором. Вы видите, что здесь у них и мало того, что бытовой мусор, скопленный за зиму, может даже еще и с осени, но еще и сорвная растительность. Что грозит не только, но и пожару. Любой здесь может пройти и бросить окурок, и это все может загореться. И вот вам, пожалуйста, пожар очередной в городе Благовещенске. В этом доме по улице Шимановского Наталью Черняк встретили только собаки и кошка. А еще бурьян высотой по колено взрослому человеку. Заброшенные дома – отдельная головная боль для административной комиссии. Те, кто получил их наследство, редко ухаживают за новым имуществом. Зато соседи исправно жалуются на такие покинутые владения в администрацию Благовещенска. Достучаться до владельца в прямом смысле этого слова удалось только в этом доме по адресу улица Мостовая, 18. Вокруг жилья чисто, но внимание комиссии привлекла вот эта канава, которую здесь явно используют не по назначению. Ну мы вчера тут убирались, тут вообще кошмар был. И с соседями мы как бы вот рядом поругались с ним, и он нам постоянно мусор кидал сюда, что только не делал. Такие рейды проходят дважды в год, весной и осенью. Повод для проверок – акция «Чистый город» и пожароопасный сезон. Получив протокол об административном нарушении, владельцы необранной территории должны ликвидировать непорядок, запечатлеть результат уборки на фотоаппарат и явиться в администрацию Благовещенска. Юридическим лицам за нежелание расставаться с мусором и бурьяном грозит штраф от 10 до 50 тысяч рублей. Физическим – от 500 рублей до 5 тысяч. Но еще действеннее денежных взысканий оказываются телевизионные репортажи. Увидев свой дом на большом экране, владельцы, как правило, наводят чистоту. Вот так в идеале должен выглядеть весь частный сектор при Амуре. Елена Тимошенко, Игорь Карпов, программа «Управдом». Свою лепту в чистоту Благовещенска внесли и городские власти. Представители мэрии присоединились к акции «Чистый город». Чиновники убирались в течение всего дня и в разных районах города. В 8 утра в сквере в районе пересечения улиц Калинина-Октябрьская на опрятную акцию вышли около 40 человек. Среди них была и исполняющая обязанности мэра Благовещенска Валентина Калита, а также ее заместители. Десант чиновников работал бодро. Многие признали, что такой субботник даст им заряд энергии на весь день, а значит все дела будут спориться. Я помню субботники со своего детства и всегда субботник был каким-то особенным днем, почти праздничный, потому что субботник всегда вызывал хорошее настроение, желание действительно работать, работать в команде. Посмотрите, люди-то в основном улыбаются. После обеда акция приобрела еще больший масштаб. Представители администрации убирали улицу Красноармейскую, сквер на пересечении Калининой Тенистой, а также сквер возле больницы Водников. На этом участие мэрии в чистой акции не закончится. Большинство чиновников выйдут убираться и в выходные возле собственных домов. В преддверии Дня Победы благовещенские волонтеры провели генеральную уборку в квартирах ветеранов и их вдов. Сделано это в рамках проекта «Весенняя неделя добра». В благотворительной акции поучаствовал и наш журналист Олеся Сиваченко. Ей слово. У вас девочки будут спрашивать, кто вы? Да, да, да. Пусть косяки, двери помоют. При виде девушек, что пришли убраться в ее квартире, Татьяна Михайловна слегка растерялась, но сразу пригласила их в дом. Ну-ка пойдемте. И показала, где можно набрать воду, что следует почистить да вытряхнуть. Но в самую первую очередь попросила привести в порядок балкон. Все-таки в 86 лет мыть окна на пятом этаже страшновато. Голова кружится, да и руки уже не те. Не как в юности. Во время войны мне было 13 лет. Я в 13 лет уже пошла работать. По хале я на прицепе работала, потом я поваром работала. На овощной бригаде работала. Леспромхоз ездила. Что такое трудности войны, студентка второго курса ОМГО Настя Севаева знает. Много историй о ее прадедах ей рассказала бабушка. Девушка убеждена, что ветеранам, кто дожил до наших дней, нужно непременно помогать. Они это заслужили. Помочь оставшимся, кто остался жив, чтобы они жили как можно дольше, чтобы наши акции были как можно больше направлены и чаще проходили. Просто люди остаются одни и им сложно все это делать. Болезни все это дают о себе знать. Поэтому решила попробовать. Ну и дальше буду заниматься. Подобные весенние акции в помощь ветеранам молодежь Благовещенска проводит уже несколько лет подряд. Сами ребята гордятся тем, что являются волонтерами. Даже иногда бывает такое, что ветераны улыбаются и называют нас Тимуровцами. Маргарита Ивановна вот уже пять лет, как всячески поддерживает добрую инициативу ребят. Признается, ей приятно, что акция с уборкой стала эстафетной палочкой поколений. Когда-то в далеком детстве женщина и сама помогала фронтовикам. Пилили у фронтовиков, в семьях. Пилили. Новогодние елки проводили. А вот уже постарше, это когда где-то до пятого класса. А уже с пятого класса мы уже школу сами обеспечивали. Печное отопление. Так вот, дрова мы сами заготавливали. Но готовить там ладно. А мы баржи разоружали. Да, вы знаете, не бревна, конечно, а были хлысты. Она всегда была на все руки, шутит Маргарита Ивановна. И сегодня может хоть сплясать, хоть спеть. А пообщаться всегда любила. Так что визит волонтеров Тимуровца для нее это не только помощь по дому, в первую очередь общение. Таким даром внимания волонтеры из нескольких молодежных организаций одарили девять ветеранов и их вдов. В уборке дома ветеранов ребята вышли собственной инициативой. Они позвонили в дом ветеранов, предложили свою помощь, чем могли бы помочь. И нам сказали, что как раз необходимо убрать, помочь убраться, навести, можно сказать, подготовить дома к 9 мая. Что касается 9 мая, то студенты запланировали поздравительные акции и концерты для пожилых людей на этот день. Ну а по случаю весенней уборки приготовили сладкие сюрпризы в особом оформлении, сделанном специально на заказ. На сегодня все. Программа, выходящая при поддержке компании «Амурский жилищный стандарт Благовещенск» подошла к концу. Увидеть нас в интернете помогут социальные сети «Одноклассники» и «Фейсбук», а также сайты tv-город.ру и «Порт Амур», раздел ТВ-программы. Тему для сюжета можете предложить по номерам 777-201 и 773-445. Хорошего настроения и удачи! Субтитры подогнал «Симон»!